Хочется к Татьяне Рябовой переместиться туда, на недельку, не знаю, в Комарово ли она уехала, куда? В общем, наш корреспондент сейчас оказался в сельской местности, у какой-то барышни в гостях. И вот передаем ей слово, Татьяна, расскажи, как жизнь там? Улыбается. Привет, привет, коллеги! Ну что вам сказать, жизнь-то не та, что в городе. А знаете, какой здесь воздух, да? Какое здесь всё замечательное, интересное. И рядом со мной сейчас находится Елена Гутерова. А я напомню, что сегодня, между прочим, Всемирный день сельских женщин. Мы поэтому к вам, Елена, собственно говоря, и приехали, потому что у вас-то хозяйство ого-го. Рассказывайте скорее, а с утра вот в сельской жизни много ли у вас вообще забот и работы? Здравствуйте, Татьяна. Ой, у сельской жительницы очень много забот, встаем мы рано. Трудимся целый день, потому что хозяйство иногда большое. Ну, кто как, кто как-то содержит, да? Надо успеть покормить птиц. Вот лошадь кушает, пойдёт, потом попасётся немножко. Пойдёмте покормим наших петушков. Конечно, с удовольствием. Как, кстати, вашу лошадку зовут? Это Молния. Замечательно. Она соответствует своему имени, она очень быстрая. Расскажите, а Молния вам вообще как вот в хозяйстве помогает? То есть она вам как-то перевозит что-то? Или как? Или просто для души? Это для души муж себе её приобрёл. Как бы, ну, она нам иногда и помогает. Мы чистим с её помощью двор, очищаем вот по весне, когда накопится больше мусора. Потом, если нужно где-то проверить скотину съездить, он на неё быстренько... Тоже можно сделать. Пойдёмте скорее, показывайте, какое у вас хозяйство. Пойдёмте, наши любимые зрители, посмотрим вообще, как выглядит двор и хозяйство сельской традиционной русской настоящей женщины. Елена, ну рассказывайте. Здесь, я так понимаю, что у вас здесь курочки, правильно? Быстренько пробегаем, набираем зерно. Вон они, красавицы. Давайте покажем. Тип-тип-тип-тип-тип. Быстро. Сколько вообще есть, например, одна курочка может снести за день, может быть, за два дня, как обычно? Вообще, это кроссы, они несутся в день по яйцу. А чем отличаются именно деревенские яички от... ну, у куриц, имею в виду, у деревенских яичков? Знаете, я всю жизнь ем свои домашние яйца, поэтому мне сложно сказать было, пока мне мои, как бы, гости не сказали, какие они у вас вкусные. Оказывается, они отличаются вкусом. Они очень вкусные. И два желтка есть? Есть. О-о-о! Пойдёмте дальше посмотрим. Ну а здесь-то у нас, посмотрите, какая красота. Здесь у нас и козочки, здесь у нас и телятки, какие красивые. Ну, привет. Утро начинается с того, что нужно почистить быстренько за животными, потому что они утром встали, так же сходили в туалет. Нужно всё убрать, правильно? Убрать, конечно. Ну, расскажите, пожалуйста, Елена, вы вообще утром-то с утра во сколько встаёте, чтобы всё успеть, чтобы всё сделать? Ну, вообще в 6 утра. В 6 утра каждый день. И как вам тяжело даётся этот подъём? Мне даётся он легко, потому что я знаю, что я иду к животным, которые меня ждут. И вы знаете, снижать животных непросто, это очень ответственно. Поэтому каждое утро, болит ли у тебя голова, не выспался ли ты всё равно встаёшь, идёшь. И тут уже в процессе забывается всё, что у тебя болело, потому что вот они стоят, ждут. Посмотрите, конечно, ждут такие красавчики. Начинается с обнимашек у нас всё. Кира, иди сюда, иди, моя хорошая. Это любопытная очень, она всегда у нас любопытно всех рассматривает. А вы вообще вот можете себе, например, позволить поехать, например, в отпуск? Потому что, ну, если такое хозяйство, да, ну, как-то вот оставить его можно на кого-то или всё-таки нет? Ты моя дорогая. Знаете, я про слово отпуск забыла в последнее время, как вот завела, вернее, как мне родители подарили двух коров. Ну, мы успеваем съездить на наши какие-то местные тут места отдыха. Но ненадолго, да? Ну, конечно, на день, потому что вечером уже мы бежим скорее обратно. И меня это радует, потому что, ну, то, что я делаю, мне очень нравится. Зося, иди поздоровайся. Давайте, наверное, покажем вашу козочку. Иди сюда, Зося. Тут ещё, это её маленькая. Ой-ой-ой, какие красивые. Как зовут это, красавчиков эти? Это лялька. Зося пошла уже доиться, как видите, ляля. За мамкой бежит. Нет, мы побольше тебя. Мы их должны покормить, они всё ждут от нас корм. Ну что, может быть, тогда мы с вами начнём уже доить козу? Давайте попробуем. Как зовут у вас вашу козу? Наполните, пожалуйста, она встанавливает. Значит, пойдём. Она встаёт, у неё специально есть станок, она занимает место быстренько. У неё тут уже лакомства, которые я заранее готовила. То есть это уже такие современные технологии, правильно, Илья? Я думаю, что они не современные. Мы подсмотрели это всё в интернете, построили под себя, чтобы было удобно. Сейчас я... Уж хочется уже попробовать, если честно говоря, вкусненького-то молочка. Помоем её. Илья, ну вот последний вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, пока будете готовиться, да? Вы можете пока делать. Ну, вообще, вот чем вам больше нравится именно сельская жизнь? Господи, как здесь поют петухи, вы бы слышали. Чем вам больше нравится сельская жизнь, чем вот именно городская? Ой, свободы больше у меня. Хотя я, конечно, тружусь больше, чем в городе. Но свобода, вот вы же видите, как у нас свободно, хорошо, дышится, легко. А вообще, когда у вас вот началась вот эта вот сельская жизнь, когда вы сюда вот именно переехали, начали хозяйство своё держать? Это было у вас как? Во сколько лет? Вы знаете, хозяйство, я бы никогда не подумала, что я когда-то заведу коров. Ну, как говорят, никогда не говори никогда, да? Потому что родители в своё время решили мне подарить двух коров вот этих красивых. У них всё и началось. Я, если честно, их боялась, подойти не знала как. Так, муж, который сегодня у нас на работе, сказал, научишься, привёз их. Можно я так только возьму, мы берём подойник, немножко смажем руки вазелином. Ну, посмотрите, какая коза. Мне кажется, она уже хочет, чтобы мы её уже поскорее подоили. Да, конечно. Давайте уже начнём, наверное, лет. Немножко вазелинчиком смажем и начинаем доить. Ну вот, смотрите, уже первое молочко появилось. Давайте, наверное, вам покажем. А как здесь поют петухи, господи? Друзья, с удовольствием я вам представляю сегодня нашу гостью. Это Елена Гутерова. Сегодня мы к ней приехали, потому что, напомню, сегодня Всемирный день сельских женщин, с чем я всех и поздравляю причастных женщин к этому празднику. Потому что, если честно, сама очень сильно люблю эту сельскую жизнь. И козочек, и коровышек, конечно, не часто получается, как бы, к этому приобщиться. Но, тем не менее, Елена, вас с праздником как сегодня будете отмечать? Спасибо большое. Я, как обычно, трудясь. Трудясь? Хлопот. Согласна. Ну, что, можно попробовать? Можно, пожалуйста. Ммм, парное молочко, какое вкусное. Коллеги, рассказывайте скорее. Елена, спасибо вам огромное за всё. И вашему хозяйству. Особенно нас, женщин. Сельских женщин. Мы вас тоже поздравляем. Коллеги, рассказывайте скорее. Вам нравится сельская жизнь? Вы бы хотели вот так на денёчек поехать, например, куда-нибудь в сельскую местность, какое-нибудь село, и вот подоить, например, козу или, например, коровушку. А, Серёжа, ты бы стал пастухом. Серёжа.